Одесситы прекрасно знают все коррупционные схемы, которые уже настолько явно видны, и не только в нашем городе, а в Украине в целом. И с первого дня, как мы пришли в Верховную Раду, мы занялись тем, что начали, так сказать, раскрывать те коррупционные схемы, которые существуют на сегодняшний день. Ярким примером тому является увольнение и задержание начальницы налоговой, исполняющей обязанности начальницы налоговой Одесской области Чеботаревой. Следующий шаг был проделана большая работа по поводу заведения уголовных дел и глобального расследования по начальнику МЧС Федорчуку после страшного пожара в Одессе. К большому сожалению, на сегодняшний день все одесситы видят, что огромное количество уголовных дел, заведенных и налоговой службой, и прокуратурой, почему-то в суде не находят своего решения. Мы с этим боремся, мы прикладываем максимум усилий. Спасибо правоохранительным органам, потому что это достаточно качественно и быстро реагирует. На сегодняшний день можно зайти в любой перечень заведенных ЕРДР, касающихся и злополучного нашего Одесского ТЭЦ. Еще и можно увидеть практически в каждом открытом документе какую-то коррупционную составляющую. Вот конкретно мы вели расследование по ТЭЦ Одесскому, и там огромное количество всевозможных фиктивных платежей через фиктивные компании. Я об этом рассказывал и в социальных сетях, и на телевидении. Боремся, боремся, боремся.